Смотрите выпуски о проблеме сферы ЖКХ, качество дорог и пожарная безопасность. Жители Смедовического района смогли напрямую обратиться к прокурору ЕАО во время личного приема в селе Аур. Они на страже нашей безопасности. Дню пожарной охраны посвятили торжество в областной филармонии. «Чистые берега» – народная экологическая акция объединила активистов для очистки береговых линий водоемов Биробиджана. Сюрприз объединяет. Сольный концерт ансамбля танца прошел в областном центре. Прокурор ЕАО Зарубек Джанхотов провел выездной личный прием граждан в селе Аур с Медовического района. На встрече также присутствовали главы местных администраций, представители правоохранительных органов и ресурсоснабжающей организации. Большинство обращений касались защиты прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, качества предоставления коммунальных услуг, ремонта дорог и благоустройства территорий. Жительница села Аур сообщила прокурору, что из-за работы трубы на одной из котельных создается серьезная опасность для близлежащих домов. Осенью летели окалины, с трубы вылетали. И у нас метров 20-30 огород, там поликоспальборната, теплица, вот такие дырки. Это говорит о том, что из трубы вылетают горящие угли. На встрече с прокурором также были озвучены проблемы, связанные с некачественным проведением капитального и текущего ремонтов многоквартирных домов. Жаловались граждане и на ненадлежащее состояние автомобильных дорог. По всем поступившим обращениям, Заурбек Джанхотов поручил незамедлительно организовать проверки и принять эффективные меры реагирования. Исполнение поручений поставлено на контроль. В ходе рабочей поездки в село Аур прокурор области посетил и фельдшерско-акушерский пункт. С руководством медучреждения и подрядчиком он обсудил вопросы содержания ФАПа и благоустройства прилегающей территории. Своим подчиненным глава надзорного ведомства поручил внимательно следить за деятельностью медучреждения и при необходимости принимать меры реагирования. Никита Натапов, Богдан Патрин, Новости, 21. Профессиональный праздник – День пожарной охраны – отпраздновали огнеборцы области 30 апреля. На торжественном мероприятии, прошедшем в областной филармонии, чествовали лучших представителей этой профессии. За самоотверженный труд и успехи на работе поощрили грамотами, присвоили очередные звания. Поблагодарили и ветеранов службы не один год, отдавших защите людей от огня. От этого же зависит жизнь людей. Как бы вот так вот. Пусть не каждый сталкивался конкретно с людьми, но принимали участие в тушении пожаров. По мере сил офицерский состав, вот, а кто-то, вот, там остались ребята в зале героически. Сегодня на территории автономии для защиты населенных пунктов от огненной стихии в круглосуточном режиме функционирует 61 подразделение пожарной охраны. Общей численностью 857 человек. За последние несколько лет проведена большая работа по улучшению качества работы службы, обновлению материально-технической базы и обучению личного состава. Обновляется парк пожарной техники, вооружение и оборудование. За последние три года для профессиональных парамиспасательных подразделений поставлено три 30-метровых автолестниц и 10 полноприводных пожарных автоцистерн. Закуплены дыхательные аппараты на свежем воздухе, боевая одежда, снаряжение для пожарных и иное пожарно-техническое оборудование. Высвоившаяся техника передается добровольным пожарным командам. В 2023 году пожарной службе исполнилось 374 года. Именно 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович Романов подписал наказ о городском благочинии. Этим документом впервые вводилось постоянное круглосуточное дежурство пожарных дозоров. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21. Порядка полтысячи ответственных граждан областного центра пришли навести порядок на территории Невского залива и Ключа Безымянной в Биробиджане. Они откликнулись на клич в социальных сетях, которые бросили представители регионального отделения «Единой России» в рамках партийного проекта «Чистая страна». В этом году я немножко даже удивлен от количества. И это говорит о том, что каждый год работа, которую мы проводим, она не зря. Людей приходит все больше и больше, откликается на наш призыв. На субботник по очистке прибрежной зоны пришли представители местной власти, депутаты от разных партий, общественники, студенты базового вуза автономии и просто активные горожане. Непосредственно на акватории работали сотрудники МЧС. Людей, волонтеров, партийных, просто неравнодушных граждан приходят, и мы убираем, и делаем часть этого города красивой, приятной, для того, чтобы можно было гулять с детьми и так далее, и так далее. Итогом работы стали около тысячи мешков с собранным мусором. Активность горожан и состояние общественных территорий еще раз доказали актуальность зеленой повестки «Единой России». Екатерина Кувалдина, Софья Генатурина, Денис Денисов. Новости 21. Еврейские мотивы, завораживающие движения, слаженный коллектив. На сцене городского дворца культуры образцовый театр танца «Сюрприз» со своим сольным концертом. Сегодня это не просто танец, это жизнь одной большой семьи. Виктория Воробьева и сама когда-то танцевала в «Сюрпризе», сегодня художественный руководитель. Большой отчетный концерт театра танца и хореографической студии «Сюрприз» прошел еще в марте, но он не смог вместить всех номеров. Для этого организован концерт сольный. Дети работали весь год, репертуар обширный, начиная от еврейства нашего местечкового и еврейской культуры в общем, и заканчивая патриотикой России, нашей большой замечательной родиной. Каждый год принимаются решения о новой постановке номеров прошлых лет, рождаются номера новые, и все это кропотливая работа, многочисленные репетиции, усталость и радость выступления. Сегодня выступают только старшие ребята, только ансамбль, и мы подготовили очень такую сложную, интересную программу. Мы долго готовились к этому мероприятию. Для нас такие крупные концерты – это как настоящий праздник, поэтому мы немножко переживаем, но мы всегда рады радовать наших зрителей. 32 артиста театра, включая выпускников прошлых лет, выступали перед благодарной публикой. Владислав Коваленко давно живет в Хабаровске, но чувство любви, привязанности и безграничной благодарности возвращает в родные пенаты. Сюрприз, он очень объединяет. Ты сразу же вклиниваешься в этот коллектив, коллектив очень душевный, и он становится тебе как семья. С благодарностью и трепетом букет цветов вручили посреди концерта основателю образцового театра танца «Сюрприз» Елене Александровне Антоновой, которая многие годы, что называется, стояла у руля коллектива. Следующий год значим для сюрприза по-своему, ему исполнится 30 лет. Но в ближайшее время танцоры из Биробиджана собираются представить свою программу на праздновании Дня города в Хабаровске. Вячеслав Пасманик, Денис Денисов, Новости 21. Смотрите далее. Бригада на вызов, профессиональный праздник и 65-летие родного учреждения отметили сотрудники скорой медицинской помощи. Вальс, фестиваль, овация. О праздничных проектах, концерте и фестивале рассказал худрук хореографического коллектива Колледжа культуры и искусств. Силовики скрестили клюшки на турнире в ЕО, посвященном 100-летию общества «Динамо». Областная станция скорой медицинской помощи в этом году отмечает двойной праздник. Помимо профессионального праздника 28 апреля сама станция отмечает 65 лет со дня основания. Мы собрали сегодня весь коллектив ветеранов, чтобы поздравить, отблагодарить людей за труд их нелегкие. Рабочий день фельдшера начинается в 8 утра. Заступая на смену, медик получает укладку и проверяет наличие всех необходимых препаратов. С этим набором ему предстоит ездить на вызов в течение суток. Следующий этап – проверка аппаратуры в корейской скорой помощи. Ее бригада проводит самостоятельно. Рискуя собственным здоровьем, не жалея сил, эти люди ежедневно доказывают, что фельдшер – это не просто профессия, это призвание. Профессия сама по себе очень тяжелая. Нужно иметь достаточно большой профессионализм, чтобы не растеряться в нужный момент, вовремя оказать помощь и вовремя довести больного до больницы. Потому что каждая минута, каждая секунда на счету. Слова благодарности за труд медиков и творческие поздравления звучали в ходе торжественного мероприятия, которое прошло в Центре детского творчества. Очень много работы. Станция перегружена работой. Когда-то надо отдыхать немножечко, праздновать, радоваться таким событиям. Конечно, немножко отвлечься от работы. Потому что работают в основном без выходных. То есть пришли, поспали, опять на работу. От имени главы области Ростислава Гольштейна благодарственные письма большой группе сотрудников скорой вручил зампредобластного правительства Валерий Жуков. Еще ряд медиков получил наградой законодательного собрания региона. Софья Генатулина, Денис Денисов. Новости 21. О проекте «Вальс Победы» и об отчетном концерте ансамбля танца «Овация» говорили сегодня на Авторадио с художественным руководителем этого студенческого ансамбля при Колледже культуры. Иван Кошелев сам, еще первокурсником, начинал именно в «Овации» свою танцевально-студенческую стезю. Теперь своим отчетным концертом в областной филармонии ансамбль под руководством Кошелева постарается доказать свою готовность носить звание «Народный коллектив». Обязательно приходите. 13 мая – это суббота. Мы понимаем прекрасно, что май – это такая пора, когда начинается дача. Но концерт у нас будет поистине интересный. Он будет народного танца концерт. То есть это все, что населяет не только нашу область, но и нашу страну. Иван Кошелев также рассказал о проекте «Вальс Победы», в который нынче вовлекут многие коллективы совсем не хореографические, а также всех горожан, желающих 9 мая станцевать на площади «Вальс». Как о чуть более отдаленном, но весьма интересном проекте, гость «Авторадио» рассказал об идее проведения осенью в Биробиджане трехдневного и широкого международного фестиваля танца. Идею уже поддержал губернатор области Ростислав Гольштейн. Все подробности в записи эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Кирилл Богаченко. Новости 21. Турнир по хоккею, посвященный столетию спортивного общества «Динамо», прошел на крытом катке «Победа». Участие в нем приняли семь команд, три из которых сборные силовых ведомств Дальневосточного округа. Сегодня мы проводим турнир региональной организации «Динамо» и «Еврейско-автономной области», посвященной столетию образования общества «Динамо». 18 апреля обществу «Динамо» исполнилось 100 лет. Все наши спортивные мероприятия в этом году посвящены именно этой дате. Динамичная игра никого не оставила равнодушной. Болельщики активно поддерживали свои команды. Сегодняшняя игра была очень интенсивная, очень интересная, потому что соперник был довольно-таки сильный, слаженная игра. Игра была очень напряженная. «Динамовцы» является одним из самых принципиальных наших соперников. У нас всегда нокаут страстей в игре идет на самом высоком уровне. И когда-то мы выиграем, когда-то они выиграют. Но борьба между «Динамовцами» и «Фантомом» всегда очень напряженная. Соревнования проходили в два дня. В первый день проходили игры в подгруппах, а затем лучшие команды в стыковых матчах боролись за путевку в финал. Турнир завершился победой биробиджанского «Фантома». Софья Геннатулина, Денис Денисов, Новости 21. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова